Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных событиях, произошедших в Оренбурге, расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Роман Ланцев. И вот главные темы выпуска. Полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе посетил военный городок под Оренбургом. Десять низкопольных автобусов поступили в областной центр. Как бороться с тревожностью? В России вырос спрос на успокоительные препараты. В Оренбурге прошла ночь пожирателей рекламы. Об этом и многом другом смотрите далее. В Оренбургской области работает полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров посетил военный учебный центр вместе с губернатором области. Игорь Комаров посетил военный учебный центр для мобилизованных граждан в Нижней Павловке. Военный городок был построен за три недели. Полпред и Денис Паслер оценили быт бойцов и пообщались с ними. Палатки отапливаются, а в столовых организовано трехразовое питание. Первые мобилизованные оренбуржцы заселились в городок в середине октября. По прибытии бойцы получают полный комплект зимнего и летнего обмундирования, обувь и теплые вещи. На каждого оформляется карта для получения денежного довольствия. На территории работают представители четырех банков, отмечает правительство области. Напомним, последний раз полпредпрезидента России в ПФО приезжал в Оренбуржье в прошлом году. Тогда прошли совещания по борьбе с коронавирусом в регионе. Первая партия из десяти низкопольных автобусов поступила в областной центр. Специалисты проводят процедуру первичного технического обслуживания, обкатку и настройку всех технических систем. После постановки на учет новые машины выйдут на городские маршруты. До конца ноября в Оренбург прибудут все 67 автобусов, говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации. Остановки на Карагандинской и Пролетарской переименуют. Такое решение приняли на заседании городской транспортной комиссии. Инициативу о переименовании остановок проявили местные жители. Идею оренбуржцев поддержали члены транспортной комиссии единогласно и рекомендовали муниципалитету изменить наименование остановочного пункта Алтайская на Огнебурцев, а остановку рынок на центр Дзюдо. Отметим, 20 новых остановок появятся до конца года в Оренбурге. Об этом ранее заявил Сергей Салмин. Спрос на успокоительные препараты в России вырос в первом полугодии текущего года на 66% по сравнению с прошлым, сообщает ТАСС. Также выросло число людей, которые хотели бы обратиться к психологу. Есть ли тревожность у оренбуржцев и как они с ней справляются? Подробнее в сюжете. А какая тревожность, если панические атаки у всех людей? Нет, ничего, я не чувствую никакого беспокойства. Когда смотрю телевизор, чувствую, жена заставляет меньше смотреть новости. Ничего не беспокоит, все замечательно в семье. Просто молюсь, все. Меня успокаивает молитва. Переживаю за всех, вот кого вот сейчас переживают в армию. А как пытаетесь справиться с тревожными мыслями? Что помогает? Дети, внуки. Я же нормальный человек, естественно. Я пытаюсь меньше новостей смотреть и спортом занимаюсь. Психолог Наталья Грачева подтверждает, что в последнее время у нее и коллег работы стало больше. Поток обратившихся увеличился в связи с текущими событиями, в том числе и за частичной мобилизацией. Многих волнует, как справиться с тревожностью. Если тревожно, в первую очередь надо тревожиться. Если хочется плакать, надо поплакать. Это можно прожить, пережить, кричать, плакать, может быть, ругаться. Но точно давайте этому место быть. Если хочется убежать и спрятаться, надо убежать и спрятаться. Ну, найти какое-то для себя безопасное место. По информации ТАСС, россияне в 2022 году приобрели около 6 миллионов упаковок успокоительных средств. В прошлом году более трех миллионов. Наталья Грачева рекомендует не заниматься самолечением в депрессивном состоянии, а обращаться к специалистам. Если человек понимает, что у него эмоциональное состояние, оно очень острое, и эта острота со временем не снижается. Или снижается очень медленно. Вот это повод обратиться к специалисту. Психологи МЧС России и психологи силовых структур тоже отмечают, что более половины взрослого населения страны чаще сталкиваются со стрессом. Специалисты разработали памятку по борьбе с тревожностью. Они рекомендуют сосредоточиться на первоочередных делах. Полезно соблюдать информационную гигиену. Обращаться только к проверенным двум-трем источникам новостей. Также стоит заниматься спортом и не злоупотреблять алкоголем. Елена Кудаева, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ. Реклама – двигатель торговли. Однако в некоторых случаях она может выступать как вид искусства. Именно такую рекламу однажды стал коллекционировать француз Жан-Мари Бурсико. Позже это переросло в фестиваль уникальных рекламных роликов «Ночь пожирателей рекламы». О том, как прошло данное мероприятие в Оренбурге, расскажем далее. Светский и уютный вечер в кинотеатре «Синема-5» собрал профессионалов и любителей рекламной сферы. «Ночь пожирателей рекламы» снова прошла в Оренбурге. Жан-Мари Бурсико отсматривает в год около 25 тысяч роликов для того, чтобы подготовить это событие. В его коллекцию попадают только качественные и интересные шедевры рекламы. Сейчас эти рекламные ролики больше рассматриваются не как реклама, а именно как произведение искусства. Эти ролики он отбирает именно самые эмоциональные музыкальные ролики, в которых есть чувства. На самом деле в Оренбурге проходит не так много мероприятий, где можно встретить коллег по цеху, либо просто познакомиться с другими представителями культуры, которые любят рекламу, которые хотят узнать что-то для себя новое, познакомиться, завести знакомство. Я надеюсь найти вдохновение в шедеврах мировой рекламы, которые сегодня мы здесь все посмотрим, и перенимать этот опыт на наш город. Не так много у нас какой-то креативной, интересной рекламы в городе, и хочется как-то это развивать. Ночь пожирать рекламу, известные события, и посмотреть мировые бренды в рекламе, мне кажется, это интересно. Как минимум я хочу увеличить свою надсмотренность в рекламе, потому что это самое важное, необходимое в целом в нашей работе. Ну, позитив, улыбки. Мне интересно было побывать, и решила сходить, пригласила подругу. Раньше оно организовано было в рамках кубного формата, нам очень нравилось. Решили посмотреть пока так, в кинотеатре. Российские зрители стали первыми, кто увидел коллекцию рекламных роликов Жан-Марии Бурсико. Показ в Париже состоится лишь 28 октября. Екатерина Хигая, Роман Ланцев, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. В апреле этого года уфимка Вероника Засова привезла домой двух лисят. Одного купила через центр декоративного лесоводства, а второго удалось спасти с пушной фермы. С тех пор лисы живут в вольере на заднем дворе. Ухаживать за ними непросто, ведь маленькие непоседы разносят все вокруг. Но хозяйка считает, что оно того стоит. Давид или же просто Дэйв. Так зовут рыжего лиса, который поселился в вольере частного дома в Уфе. Его хозяйка Вероника давно мечтала о таком питомце, несмотря на его экзотичность. По ее словам, эти животные сильно западают в душу своей красотой и хитростью. В прошлом году в декабре листа и интернет наткнулась на фотографию очень красивой лисы. Прямо видно было, что это лиса не из леса. Начала искать информацию о домашних лисах, о питомниках, которых у нас в России еще пока очень мало. Соответственно, наткнулась на сайт центра декоративного лесоводства, который находится во Владимирской области. И вот запала окрас огневка Вятская. Соответственно, написала, забронировали щенка в декабре месяце. И в апреле месяце в их питомнике лисица принесла помет 7 щенков, среди которых был наш Давид. Дэйв не единственный обитатель вольера. Его соседа зовут Норт, и его судьба куда более трагична. В свое время щенок должен был пойти на шубу. Он родился на пушной ферме, где лис выращивают на мех. Он был с этой зверофермы выкуплен и приехал к нам. Содержание лис в качестве домашних питомцев законно, но только если они были рождены в неволе. Такие животные уже просто не смогут выжить в дикой природе и постоянно должны быть под надзором человека. Правда, содержать маленьких хищников довольно тяжело. По своей природе они те еще дебоширы. Если его оставить одного дома, дом перевернет полностью, сожрет все, что будет в его доступе. Вероника признается, что питомцы иногда привлекают слишком много внимания. Например, во время выгулов на шлейке. Иногда приходят негативные комментарии в соцсетях с требованиями отпустить лисов на волю. А некоторые соседи с этой же целью могут собираться у ворот дома. Но и без предрассудков не обходятся. Когда видят лесную лису, всегда говорят, о, лиса бешеная вышла к человеку. Но по статистике, глядя на статистику именно бешенства по животным, лиса занимает не первое место в этом списке. Также и ежики, и домашний скот может быть подвержен бешенству. Разводить животных Вероника не планирует. Но сейчас одного из зверьков, Дэйва, можно взять с собой на фотосессию. Таким образом, лис не дичает, а наоборот привыкает к людям и общается. Фотограф заинтересовался и попросил, сказал, давайте попробуем, возможно, в Уфе такого еще не было, фотосессии проводить с лисами. Но для лисы это определенного рода социализация. То есть лисам нужно социализироваться, нужно общение. Потому что когда они находятся в вольере и с определенным кругом людей, так сказать, своих людей, то они менее социализированы, они начинают бояться. Новые люди, когда приходят, они начинают бояться. А это для него своего рода такая социализация, то есть общение. Несмотря на все сложности в содержании, хозяйка признается, оно того стоит. Лисы очень тонко считывают настроение людей и выдают эмоции в ответ. Например, радуются или удивляются. Но к их приобретению стоит тщательно готовиться. Нужно изучить. Изучить содержание, прежде чем решиться на заведение такого питомца. Потому что его поведение очень отличается от поведения кошек и собак. Аня Шушакова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей читайте в нашем телеграм-канале ЮТВ Орен. С вами был Роман Ланцев. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры сделал DimaTorzok